Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Самарские детские спортивные школы и секции частично возобновляют работу. Каковы условия тренировочного процесса? Держать окно на замке. В России начал действовать новый закон, направленный на предотвращение выпадения детей из окон. Как он будет работать? Осторожно, снегопад. Как избежать переломов в гололед? За сутки в Самарской области зафиксировали 1789 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе 158 628. Такие данные в понедельник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 952 человека, а всего с начала пандемии из больниц выписались 115 815 человек. В Самаре детские спортивные школы и секции частично возобновят работу с этого понедельника, сообщает городская администрация. Главным условием организации тренировочного процесса является соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций главного санитарного врача России. Организации и ИП, связанные с предоставлением услуг в сфере физкультуры и спорта, смогут проводить занятия с несовершеннолетними на открытом воздухе. В крытых спортзалах допускаются индивидуальные занятия. Возобновятся тренировки для спортивных сборных команд Самарской области и страны. Учреждения дополнительного образования продолжают работать дистанционно. Исключения составляют индивидуальные занятия и уроки с учащимися начальной школы 9-11 классов. Профессиональные образовательные организации тоже должны проводить обучение в дистанционном формате. В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Комиссия проводит рейды в усиленном режиме. Проверяют не только пассажиров, но и работников транспортных предприятий. Много ли нарушителей выявляют, расскажут наши корреспонденты. Масочки одевают, берегите ваше здоровье, близких, окружающих. В понедельник проверку соблюдения масочного режима во всех видах общественного транспорта начали с остановки на центральный автовокзал. На одной из главных дорожных артерий города, Московском шоссе, весь поток автобусов, троллейбусов и маршруток проверяют сотрудники департамента транспорта, полиции, представители перевозчиков и добровольная народная дружина. За неделю в Самаре проводят 80 рейдов. Работа идет достаточно планомерно. Мы призываем всех пассажиров общественного транспорта в обязательном порядке пользоваться масками для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Пассажиров, которые не соблюдают масочный режим, сотрудники полиции выводят из транспорта и составляют протокол об административном правонарушении. Штраф доходит до 30 тысяч рублей. За прошедшую неделю в Самаре было составлено 20 протоколов на пассажиров без масок. Всего с начала года зафиксировано 475 таких нарушений. Масочный режим должны соблюдать не только пассажиры, но и экипаж, кондуктор и водитель. В случае нарушения режима с их стороны в отношении организации, где они трудятся, будет выписан штраф. Для юридических лиц он доходит до 300 тысяч рублей. Перевозчик со своей стороны принимает все необходимые противоэпидемические меры. Что касается дезинфекции, санитарной обработки всего подвижного состава, мы также не прекращаем это делать. В автобусах, троллейбусах и трамваях устанавливаются специальные приборы, которые обеззараживают вирусы всевозможные. Проверки масочного режима проходят во всех внутригородских районах Самары. Пассажирам советуют надевать маску заранее, еще при входе в транспорт. Это минимизирует риск заражения коронавирусной инфекцией. Жителям города в очередной раз напоминают, наличие QR-кода не дает права игнорировать масочный режим. Михаил Ермоленко, Никита Колосова, Сергей Баскин. События. Квартиры, автомобили и тысячи ценных призов. В Самарской области 15 ноября стартует викторина «Вакцинация – это жизнь». Принять в ней участие могут все жители региона, которые сделали прививку от коронавируса в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Призовой фонд – три квартиры, три автомобиля и 3000 подарочных карт номиналом в 4000 рублей. Первый розыгрыш призов состоится 24 ноября, затем 8 и 22 декабря. В каждом из трех этапов будет определено по 1000 победителей. Те, кто не стал победителем первого тура, автоматически примут участие в последующих розыгрышах. Медики сходятся во мнении, что самый надежный способ остановить распространение коронавируса – сформировать коллективный иммунитет у населения. Для этого необходимо вакцинироваться от ковида. Сделать это можно как в поликлинике по месту жительства, так и в отдельных прививочных пунктах. Чтобы снять нагрузку с поликлиника и снизить риски заражения для желающих привиться, разворачивают масштабные пункты вакцинации. В Тольятти – это дворец культуры «Автоград». Как там все организовано, расскажем в сюжете. В культурном центре «Автоград» в связи с большой востребованностью снова развернули масштабный пункт вакцинации, чтобы как можно больше желающих смогли получить иммунитет от коронавирусной инфекции. Впервые такую акцию провели здесь 3 ноября, и она показала высокую эффективность. У нас работают здесь 5 прививочных пунктов, много волонтеров, администрация «Автоград» нам помогает. И надо сказать, что в прошлый раз в данной акции 5 прививочных пунктов, распрещенные здесь, привили за 10 часов работы 758 человек. Это фактически огромная выработка на один пункт, практически почти на 80% выше, чем выработка и производительность в поликлиниках. Заполнение анкет, осмотр врача и сама инъекция не занимают много времени. Кроме того, в этот раз увеличили количество волонтеров, чтобы помочь людям старшего поколения пройти опрос перед прививкой. В поликлинике все-таки есть больные люди и достаточно много, поэтому мы решили с мужем вакцинироваться здесь. В гостеприимные работают люди, очень вежливые, все быстро, все очень хорошо организовано, никаких претензий нет. Легко переболело, а дочь у меня работает в роддоме, который сейчас под ковидом. Очень тяжело люди болеют. Говорят, мама, привейся, пожалуйста. Ну, не ради QR-кода, просто ради здоровья. С середины осени количество вакцинированных в Тольятти выросло. В последнюю неделю октября привились около 16 тысяч жителей, с 1 по 7 ноября около 13 тысяч. Во вторую неделю ноября ожидают снова до 16 тысяч вакцинированных. Подобные дни здоровья и организация единых пунктов снимают нагрузку с учреждений здравоохранения. Задача у нас одна и общая задача достигнуть общего популяционного иммунитета, для того, чтобы привилось где-то порядка 80% нашего населения, потому что больницы, вы знаете, что достаточно очень много работают, поликлиники в том числе. Мы работаем уже в режиме, так скажем, практически 7 дней в неделю по 12-14 часов, амбулаторное звено. Работать достаточно тяжело, так вот, чтобы люди не болели, чтобы снизить вот эту напряженность, вот мы устраиваем вот такие вот дни вакцинации. В следующую субботу день вакцинации пройдет в Центральном районе Тольятти через неделю в Комсомольском. Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и СНИЛС. Важно, что получить второй компонент вакцины можно будет там же, где сделали первую прививку. В целом по Самарскому региону продолжают работу 167 прививочных пунктов, в том числе 9 круглосуточных. Светлана Кудрявцева, События. Эфир продолжит новости экономики. Виктория Шаре уже в студии. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Спиртные напитки с нового года подорожают. Насколько вырастет цена на алкоголь? Рост составит от 7 до 8 процентов в зависимости от вида спиртного напитка. Цены повышают, чтобы снизить убытки российского бюджета. Он теряет доходы из-за снижения интереса к водке у россиян. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 16 ноября – 72 рубля 27 копеек. Евро – 82 рубля 77 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 81 доллар 23 цента за баррель. Новый год на трезвую голову. Минфин предложил поднять минимальные розничные цены на крепкий алкоголь в России с 1 января. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Цены на водку предложили повысить на 7,4% до 261 рубля за бутылку объемом пол-литра. На бренде также на 7,4% до 348 рублей. На коньяк на 7,6% до 480 рублей. Ранее стало известно, что в первой половине 2021 года розничные продажи водки снизились на 4% к аналогичному периоду прошлого года. За 2017 и 2020 годы российский бюджет потерял 376 миллиардов рублей из-за деятельности производителей и продавцов нелегального алкоголя. В России стоимость бутылки нелегальной водки составляет примерно 150 рублей. Около двух трети от этой цены – доход бутлегеров. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвитие, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе подготовить предложение по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло в России. С учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие в правительстве Российской Федерации должна быть представлена аналитическая информация по прогнозу внутренних цен на сахар белый и масло растительное, а также согласованные предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию, говорится в документе. В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия подписали соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали до 1 апреля 2021 года. В марте правительство продлило соглашение о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня, на подсолнечное масло до 1 октября. Соглашения предусматривали, что отпускные цены на сахар на заводах-производителях должны быть не выше 36 рублей, на подсолнечное масло не выше 95 рублей. В рознице цена на сахар не должна превышать 46 рублей, на масло не должна превышать 110 рублей. Центробанк может снова повысить ключевую ставку для сдерживания инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиулина, выступая в Госдуме. Чтобы эффект от изменения ставки проявился полностью, нужно от 3 до 6 кварталов. Повышение ставки, которое уже предприняли, продолжает влиять на экономику, отметила она. Также Набиулина заявила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей, делает их беднее. Поэтому Центральный банк обязательно должен был вмешаться, чтобы предотвратить ее рост. Набиулина напомнила, что базовый сценарий Центробанка предполагает по итогам 2021 года инфляцию на уровне 7,4-7,9%, а в 2022 году она вернется в диапазон 4-4,5%. При этом, по словам главы Центробанка, политика регулятора не препятствует росту экономики. И сейчас, подняв ставку и добиваясь снижения инфляции, Центробанк помогает экономике вернуться к сбалансированным темпам роста. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В ноябре в России вступил в силу новый ГОСТ на окна. Теперь они должны быть снабжены специальным замком, предотвращающим случайное открывание. Это сделано для того, чтобы исключить выпадение детей из окон. Как будет работать новая мера и как родителям выбрать подходящий замок, расскажет Мария Левина. Если прикоснуться к этой, она прогибается, поэтому явно не выдержит вес ребенка. Одно движение и путь на улицу открыт. Какие-либо мышленные действия родители не совершали, которые могли привести к несчастному случаю. Каждый год в России из окон выпадают десятки маленьких детей. В списке несчастных случаев, связанных с детьми, падение из окон находится на пятом месте. По данным МВД России, в 2020 году из окон выпали 1339 несовершеннолетних. На месте погибли 145. Полицейские не устают напоминать о соблюдении необходимых мер безопасности, когда в доме есть маленький ребенок. Отодвиньте все виды мебели от окон, чтобы ребенок не смог самостоятельно забраться на подоконник. Используйте на окнах специальные замки, фиксаторы и другие безопасные устройства, которые не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно. Берегите своих детей. Проблема активно освещается и средствами массовой информации. На телеканале «Самара» ГИС не раз выходили сюжеты, целью которых было предотвратить трагедию. И вот, наконец, вершилось. В 2021 году с проблемой решили бороться с помощью закона. В России утвердили ГОСТ на окна. Документ меняет технические требования к оконным и балконным конструкциям и адресован производителям, а также застройщикам. В Самарской области очень серьезно по линии средств массовой информации и телеканал ГИС здесь был одним из, по сути, одним из самых главных медийных проводников этой идеи. Много работали над тем, чтобы эту тему вынести на федеральный уровень. И самое главное, чтобы ее законодательно решить. И вот оно состоялось. Новые требования включают в себя не только детский замок, но и использование специальной фурнитуры и блокираторов, мешающих случайному открытию окон. Нововведения также касаются высоты подоконника, площади неоткрывающихся створок в оконных блоках, наличие блокирующих замков детской безопасности. Детские замки не новинка для оконных производителей. Однако, если ранее их заказывали по желанию, то теперь они станут обязательной деталью оконной конструкции. Их средняя стоимость от 350 до 700 рублей в зависимости от типа модели. Вот на данном образце у нас стоит и детский замок, его называют, и ручка с ключом. Сейчас я вам продемонстрирую, что сейчас окно полностью открыто. Если мы хотим защитить ребенка, то есть мы закрыли окно, кнопочка нажала и ключ родители убирают. То есть сейчас с этим окном больше сделать ничего невозможно. Что касаемо детского замка, мы его просто закрываем, ключ убирается, вешается куда-то там. Ну, у меня вот он дома сверху висит, куда ребенка не достанет. В этом случае у нас окно не открывается, но мы можем пользоваться проветриванием. Производители и ритейлеры говорят, что для них, по сути, ничего не изменится. Себестоимость замка не так высока. А для родителей и детей его функция бесценна. Мария Левина, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. Снегопад – время повышенного травматизма. Причинами часто служат гололед, ранние наступления темноты и скользкая обувь. Потому важно не только ходить, соблюдая равновесие, но и правильно падать. Как избежать травм в гололед, расскажет Ольга Хомракулова. Стоять, не падать. На ближайшие месяцы, когда Самару вновь и вновь будет укутывать снежная пелена, навык безопасного передвижения стоит приобрести не только автомобилистам, но и пешеходам. Главное правило – по ледяным дорожкам передвигаться мелкими шажочками. А если потерял равновесие, нужно упасть правильно, чтобы избежать травм. Когда у нас выскальзывает нога одна, мы должны не пытаться выпрямиться, а наоборот, мы должны пытаться присесть на ноги и как можно ниже опускаться на ноги и прокатиться по спине. При этом важный момент – то, что надо голову прижать к груди. Часто бывают люди подскальзываются, падают вперед. При этом важно руки выставить вперед, но не на прямые руки падать, а именно на согнутые руки, чтобы амортизировать падение. Чтобы избежать перелома, нужно подумать и об укреплении костей. Для этого стоит сбалансировать питание. Ешьте много овощей, потребляйте достаточно белка и продуктов, богатых кальцием. Ну, конечно же, это кальций. Обязательно. Где он у нас питает? Это в молочных продуктах. Причем в увеличенном потреблении кальция усваивается больше витамин D. Обязательно тоже для нашего опорно-двигательной системы нашей. Также, конечно же, нужно кушать рыбий жир и рыбу. Это источники жиростворимых витаминов. Также они влияют и как на иммунный аппарат, но и на опорно-двигательный. В снежное время года стоит уделить внимание и обуви. От высоких каблуков и остроносых ботинок лучше отказаться. Если на плоской подошве ходить некомфортно, стоит отдать предпочтение зимней обуви на небольшом каблучке, высотой от 2 до 4 сантиметров, который будет разгружать задний отдел стопы. Лучше выбирать ботинки с регулировкой полноты обуви на липучках или шнуровке. Подошва должна быть с рифленым протектором и сделана из нескользящих материалов. Для самарской зимы эксперты рекомендуют подошвы из полиуретана или ПВХ. Людям в возрасте можно дополнительно приобрести ледоступы. Мария Ильевна, Ольга Хомраколова, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях этого дня. Запрет на увольнение работодателями невакцинированных. Эксперты считают, что инициатива будет принята, но важно, чтобы люди ее правильно понимали. Между тем, в конце прошлой недели правительство внесло в Госдуму два законопроекта. О введении в стране QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на некоторых видах транспорта. В Самару и Санкт-Петербург прибыли пять обновленных вагонов метро. Это последняя партия капитально отремонтированного в этом году подвижного состава. Об этом сообщили в администрации города. В ночное время специалисты организуют пробные поездки, чтобы удостовериться, что все работает без сбоев. С середины декабря машины задействуют в регулярных рейсах. Из них сформируют один состав, а оставшийся пятый вагон дополнит поезд из числа вагонов, капитально отремонтированных в середине этой осени. В Самарской области в протоках Волги обнаружили заброшенный теплоход. Судно внушительных размеров расположено на суше. В шаговой доступности от теплохода протоки Волги и река Нижняя Купринка. На гиганте красуется синяя надпись «Марион». Внутри самого теплохода сохранились цепи от якорей, спасательные круги и штурвал в кабине капитана. По информации из открытых источников, разъездной теплоход «Марион» был построен по проекту номер 544 «Москвич» в городе Херсон в 1955 году. В Самаре задержали молодого человека, который похитил из аптеки косметики на тысячу рублей. Об этом сообщили в ГУИ МВД России по Самарской области. Награбленный парень продал случайному знакомому. По данным полиции, 17-летний молодой человек зашел в аптеку, оплатил банковской картой незначительную покупку, а затем, направляясь к выходу, взял с прилавку упаковку с косметикой и скрылся. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, ранее судимый, за незаконный оборот наркотиков и быстро нашли подозреваемого. Свою вину самарец признал, рассказал, что продал награбленное случайному прохожему за 400 рублей. По факту случившегося возбудили в уголовное дело. Парню грозит до 4 лет лишения свободы. Самара вошла в десятку популярных городов для отдыха в декабре. Отмечается, что именно в этом месяце туристы, как правило, бронируют отдых от одной до четырех ночей и тратят на проживание в среднем от 1000 до 5500 рублей в сутки. По словам экспертов, дешевле всего можно отдохнуть в Самаре, а дороже – в Суздале. Среди популярных городов, в которых россияне предпочитают отдыхать зимой, кроме Самары, оказались Томск, Краснодар и Железноводск. Как появились и как жили в Самарской губернии немцы? Об этом говорили в областной библиотеке. Там прошла научно-практическая конференция, посвященная истории этого народа в Поволжье. Доклады представили историки и педагоги, студенты и школьники. События приурочили к 170-летию Самарской губернии и 30-летию регионального центра немецкой культуры. Подробнее в следующем сюжете. Какими были немецкие поселения на территории Самарской губернии? Что происходило с немецким народом на Самарской земле с 18-го и до 21-го века? Есть ли среди волжских немцев выдающиеся деятели науки, культуры и искусства? Об этом рассказывают историки, музейные работники, педагоги, студенты и даже школьники на научно-практической конференции, посвященной российским немцам. У нас темы разнообразные, то есть все, что связано с немцами, причем зачастую немцы не только те, которые переехали жить по приглашению еще российских императоров в разное время, но и, например, немцы на управленческом, то есть те, которые появились после Второй мировой войны в качестве военнопленных, помогали строить. Конференция посвящена 170-летию Самарской губернии и 30-летию регионального центра немецкой культуры «Надежда», который стал одним из инициаторов проведения конференции, наряду с Национальной национальной культурной автономией Самары и Государственным институтом культуры, при поддержке городской администрации. Работа наших национально-культурных центров, которые осуществляют свою деятельность на территории городского округа, заключается не только в проведении каких-то культурных мероприятий, культурно-массовых мероприятий, национальных праздников, это еще и бережное сохранение тех крупиц культуры, которые были переданы предками нашим современникам. Среди выступающих были докладчики не только из Самарской области, но и из Новосибирской Костромы. Они подключились по видеосвязи через интернет. Конференция транслировалась в онлайн-формате и для зрителей. Все, кому интересна история немецкого народа на Самарской земле, могли присоединиться и послушать выступление. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Сборная России по футболу с нападающим крыльев Иваном Сергеевым в составе упустила шанс напрямую выйти на чемпионат мира 2022 года. Теперь предстоит играть стыковые матчи. А баскетболисты Самары и хоккеисты ЦСКА ВВС одержали синхронные победы в своих чемпионатах. Подробнее в спортивном дайджесте. Футболисты сборной России по футболу не смогли отобраться напрямую на чемпионат мира в Катаре. Накануне россияне на выезде проиграли сборной Хорватии 0-1 и заняли лишь второе место в квалификационной группе. Теперь россиянам придется играть стыковые матчи за право выйти в финальную часть. Соперники будут определены после жеребьевки. В составе сборной был нападающий крыльев Советов Иван Сергеев. Но на поле, ни в матче с хорватами, ни в предыдущей игре с Кипром, которую россияне выиграли 6-0, он так и не вышел. Хоккеисты ЦСКА ВВС одержали вторую победу в сезоне. На домашнем льду летчики переиграли ижевскую Ишсталь. Первый период закончился со счетом 1-0 в пользу хозяев, хотя игровое преимущество было полностью на стороне гостей. Во втором периоде ижевчане смогли преобразовать количество своих атак в качество, дважды пробив голки персамарцев. В третьем игровом отрезке волжане два раза реализовали большинство и снова вышли вперед 3-2. Гости на последних минутах сняли вратаря, чтобы сравнять счет, но пропустили в пустые ворота. Точку в игре поставил Холоденин, установив окончательный счет 4-2. Летчики по-прежнему на последнем месте в турнирной таблице ВХЛ. Баскетболисты Самары начали сибирское турне с победы над Новосибирском. Самарцы активно начали встречу и в первой половине только один раз позволили сопернику выйти вперед. В остальное время гости контролировали ход матча. На перерыв волжане ушли с преимуществом в 7 очков. В третьей четверти хозяева выдали ударный отрезок и еще раз смогли выйти вперед, но большего самарцы им не позволили. Уже к концу третьего отрезка на табло было плюс 10 в пользу Самары, и команда уверенно довела дело до победы. 96-83. Самарцы занимают пятое место в турнирной таблице Суперлиги. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего самого доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok